Привет, друзья! С вами Александр Кушнер на Ньюс Эдр. Сегодня 23 сентября. Украинские военные сообщили, что им удалось за последние сутки практически одновременно сбить сразу четыре иранских дронов Камикадзе Шахид-136. Сделали это украинские зенитчики с помощью зенитно-ракетного комплекса среднего радиуса действия, который запустил две ракеты, каждая из которых поразила пару таких шахидов. Это очень интересно, потому что, во-первых, конечно, с технической точки зрения довольно любопытно представить себя как-то одна ракета, убивающая сразу два дрона. По всей видимости, речь идет о том, что они летели очень близко друг к другу, и поэтому при детонации такая вот зенитная ракета, взрываясь, поражает сразу два таких аппарата. Делается для того, чтобы если один дрон был поражен системы ПВО, то второй уже точно опустился на цель. Что такое вообще вот эти иранские дроны Камикадзе Шахид-136? Это достаточно тяжелые дроны, 200 килограмм, размах крыльев 2 метра, боевая часть порядка 50 килограмм, то есть довольно мощная. И управляется этот дрон Камикадзе, естественно, оператором, который через камеру, установленную на этом дроне, видит, что происходит, ищет цель, ну и затем опускается на нее. Собственно, по такому же принципу работают все дроны Камикадзе. Например, дроны Камикадзе Switchblade версии 300 и вот версии 600, которую сейчас получат украинцы. 300 легкая, а 600 это фактически летающий джевелин. Эти дроны все относятся к баражирующим боеприпасам, то есть таким, которые могут зависать над определенным районом, прежде чем упасть. И теперь самое главное, как с ними бороться? И вот над этим вопросом украинские воины бьются с самого начала, появление вот этих шахедов на фронте. А появились они там примерно с конца августа. Поначалу они доставляли довольно серьезную головную боль украинским воинам. Да, в общем-то, и до сих пор доставляют. Но просто в начале украинские военные не знали, в принципе, что делать с такими дронами, потому что, когда они только появились, у украинских военных не было опыта борьбы с ними. Они даже не ожидали их появления. Несмотря на то, что, в принципе, об этом было известно, что такие дроны могут прилететь. Американская разведка довольно-таки давно уже предупреждала украинскую администрацию, что Иран передал России эти дроны. Но, тем не менее, одно дело это знать, другое дело это получить в виде практики. И вот тот украинский военный, который давал интервью западному изданию, сказал, что действительно никогда ранее такого не видел. То есть это было абсолютно что-то новое. И, естественно, что поначалу в рядах украинских военных было некоторое замешательство. И, естественно, вся украинская и вся западная военные машины начали решать этот вопрос, как бороться с этими дронами. То есть принципиально новым видом вооружения, которое есть у России. И главное это определить, собственно, на системном уровне, как с ними бороться. И у меня складывается впечатление, что некое именно системное решение у украинских военных начало вырабатываться по этому поводу. Давайте посмотрим, что произошло в последние дни. А как раз накануне в СМИ появились сообщения о том, что, оказывается, Израиль передал свою самую передовую систему борьбы с дронами Украине. Не непосредственно, а через Польшу. Потому что Израиль официально придерживается нейтралитета вот в этой войне. И он напрямую не поставляет украине вооружение. Но вот фактически поставил. Это говорит о том, что на самом деле, конечно, в Израиле, хотя и не желают официально, так сказать, лишний раз дразнить Россию, что называется, по крайней мере, так они это объясняют. Тем не менее, они фактически понимают, какую серьезную угрозу представляет Россия для всего цивилизованного мира, в том числе для Израиля. И поэтому с радостью, хоть и тайно, но помогут Украине бороться. И бороться именно с тем видом вооружений, которые сейчас могут украинской армии доставить особенно много проблем. Ну, кроме того, у израильских военных, конечно, есть и своя собственная мотивация. Во-первых, это значит насолить еще и Ирану, экзистенциальному врагу Израиля. Во-вторых, это проверить, а как работают вот эти передовые антидроновые системы против, собственно, тех дронов, которые могут представлять угрозу и для самого Израиля. Естественно, что в израильском обществе, на самом деле, в значительной степени сейчас растет запрос на то, чтобы Израиль все-таки хоть как-то, но включился в противостояние российскому режиму. Просто потому, что, естественно, от победы Украины еще раз зависит благополучие вообще всего цивилизованного мира, к коему относит себя и Израиль. Если побеждает Украина, значит спасен Израиль. Если побеждает Россия, значит огромные проблемы возникают и у Израиля хотя бы. Потому что Россия – это самый настоящий спонсор терроризма, в том числе ближневосточного терроризма. А ближневосточный терроризм – это один из главных врагов Израиля. Ну и, наконец, надо иметь в виду еще кое-что. Ведь если бы сейчас оборонные израильские компании полностью отказались от помощи Украине, то они выставили бы себя перед своими международными, зарубежными, западными клиентами в качестве неблагонадежных исполнителей. Почему? Потому что зарубежные оборонные компании, да и вообще в целом государства, которые имеют сейчас контракты с израильскими оборонными высокотехнологичными компаниями, могут задать вопрос, а, собственно говоря, что будет с нами в случае, если мы вступим в конфликт с Россией? Получается, Израиль и нас кинет? Вот чтобы такого не произошло, израильские оборонные компании будут все-таки пытаться так или иначе помогать Украине, чтобы поддержать репутацию благонадежных поставщиков услуг и технологий. Итак, мы разобрались, почему у Израиля есть мотивация помогать Украине. Теперь главный вопрос. А на самом деле ли вот эти именно антидроновые системы помогают сейчас Украине сражаться с иранскими беспилотниками на вооружении России? Мы не можем ответить на этот вопрос прямо сейчас, потому что у нас нет официальной информации. Но мы можем сказать, что с высокой степенью вероятности, да, именно эти израильские системы помогают сейчас украинцам. Как рассказал спикер ВВС Украины, конечно же, помогать украинцам могут и другие какие-то инструменты, в том числе традиционные. А именно, системы РЭП, которые есть у Украины, обычные зенитки, вот те самые установки типа Гепард, коих в количестве 30 штук передала Германия сейчас Украина. В каждом конкретном случае, естественно, будет применено то или иное средство. Может быть, оно будет применено в комплексе. И мы со временем узнаем, найдено именно системное решение какое-то по этим дронам. Или действительно в каждом случае будет использоваться отдельная система. Но хорошая новость в том, что украинцы сейчас уже начали сбивать эти дроны, сбивать активно. Потому что вот эти 4 уничтоженных дроны за последние сутки, Шахет-136, это уже статистика. Это уже около 8 сбитых за последние только дни иранских дронов на вооружении России. Что это означает? Это означает, что теперь у России будет все меньше надежд на то, что эти дроны могут преломить ситуацию. Да и могут ли они в принципе теоретически стать для России тем фактором, который существенно мог бы изменить ситуацию в пользу России. Вот так же, как в свое время хаймарсы изменили ситуацию в пользу Украины. И вот я тут отвечу нет. По одной простой причине. Дело в том, что если у вас устаревающая система управления вашей военной машиной. Если у вас демотивированный персонал. Если у вас в целом на вооружении старье. Если вы воюете методами Второй мировой войны. Если у вас в целом машины низкотехнологичны. То даже появление вот в этом абсолютно нетехнологичном образовании, коим является Российская Армия. Некого высокотехнологичного инструмента. То этот инструмент, работая изолированно. Работая не в системе с другими высокотехнологичными инструментами. Не может в принципе дать вам какого-то ключевого фактора перелома. Он может только доставить отдельные какие-то проблемы вашему противнику. Он может на отдельных участках действительно оттянуть момент вашего поражения. Но не сможет переломить ситуацию настолько, чтобы вы могли бы одержать общую победу. А вот у Украины совершенно другая история. Ровно противоположная. Мотивированный персонал. Системный подход. Который принципиально отличает украинскую военную машину от российской. Это высокие технологии на всех уровнях. Это управление по современным стандартам. Это разведка по современным стандартам. Ну и в результате мы имеем, что в целом машина, а не какие-то отдельные ее факторы, работает как современная. И естественно вот здесь появление отдельных каких-то дополнительных инструментов, связанных с высокими технологиями. Тех же дронов Grey Eagle. Передача которых сейчас обсуждается в Соединенных Штатах, Украине. Да, они могут в этом случае стать либо решающим фактором, либо существенно увеличивающим возможности. Потому что еще раз, этот дрон будет работать в системе, а не изолированной. И соответственно у украинской военной машины появляется возможность найти системный ответ на частное решение со стороны России. Системность всегда побеждает частности. Ну и наконец, как я могу понять, есть технологические проблемы и с самими дронами. Ведь мы помним вот эти сообщения в СМИ месячной давности, когда, как стало известно, по всей видимости, опять же, американской разведке, россияне, когда получили от Ирана дроны, начали сжаловаться на многочисленные сбои в работе этих аппаратов. Что неудивительно, потому что Иран это, мягко говоря, не самая развитая страна изгой под многолетними санкциями. И, соответственно, не обладающая никакими высокими технологиями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у тех аппаратов, которые Иран передал России, есть серьезные изъяны. Ну и сами по себе, конечно, они на самом деле далеко не так малозаметны, как некоторые пытаются представить. Возможно, они выполнены из материалов, которые плохо видны на радарах. Но, тем не менее, как мы с вами вначале и выяснили, это достаточно громоздкие машины. Между прочим, у них мотор примерно как у мотоцикла. То есть это шумные машины. Их можно услышать и увидеть даже и невооруженным взглядом. И применение России и иранских дронов, это только пример вот этой ситуации, которую я сейчас описал. Потому что куда более ярким примером того, что значит, когда система не работает, а пытаются работать отдельными инструментами, является вот то, что сейчас происходит в России с мобилизацией. Мобилизация, которая, безусловно, никаких проблем в конечном итоге для российской армии не решит, а только добавит их. И просто в лучшем случае станет попыткой оттянуть неизбежный конец, который, конечно, ждет российскую армию. И ждет он ее в любом случае. Вопрос только, сколько уничтожено будет российских военных на фронте. И с мобилизуемыми Россией это число будет намного больше, чем если бы Путин остановился сейчас и признал прямо сейчас свое поражение. Но, как мы понимаем, Путин решил воевать до последнего россиянина. И, похоже, россияне не очень-то против этого, судя по тому, что не сказать, чтобы они сильно сопротивлялись нынешней мобилизации. Спасибо, друзья. Оставайтесь с Ньюсейдер, поддерживайте украинскую армию. И при желании наш канал через те ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. До скорых встреч.